Всем привет! Меня зовут Даша и сегодня я вам покажу, как связать вот такую вот шапочку детскую. Шапочка двойная, двуслойная, с жикардовым рисунком, с завязочками, с ушками. Вязать мы будем из пряжи Gazelle BabyWall XL на 50 грамм 100 метров. Состав у нас 40% акрила, 20% кашемира и 40% мериносовой шерсти. Вязать мы будем на вязальной машине третьего класса, Бразерка H260. Для начала расчет шапочки. Шапочку мы будем вязать на обхват головы 54 см, на второй плотности. По моей петельной пробе у меня 2 петли и 2,6 ряда в 1 см. Чтобы шапочка села поплотнее, мы отнимаем 6 см. Пряжи тянется очень хорошо, поэтому не бойтесь отнимать большую цифру. Расчет делаем на 48 см. Значит, так как у нас 2 петли в 1 см, у нас получается 96 петель. Участвуют в наборе. С каждой стороны по 48. 96 петель мы делим на 3. Получаем 32 петли. Серединка у нас будет 32 петли, по 16 петель с каждой стороны. Оставшиеся петли, также 32 петли мы делим на 3. У нас получается неровное число. Лишние петельки мы добавляем к ушку. У нас получается на затылок идет 10 петель и 22 петли на ушко. На концах ушек у нас будет по 3 петли. Вы можете оставлять 4 петли, и смотря какой остроты ушко вы хотите получить. Высоту шапочка будет 17,5 см. Это 46 рядов. И далее мы будем делать убавки. В наборе у нас участвуют 48 петель с каждой стороны. Мы набираем, отсчитываем 48 петель. Набор будем делать на этих петель. Набор мы делаем обвитие, методом обвития. Кончик оставляем подлиннее, он нам понадобится для сшивания шапочки. Необычным обвитием набираем петли. Мы набрали 48 петель с каждой стороны. Нитку заправили в каретку. На стройках у нас вторая плотность стоит. Все рычаги выключены. Делаем первый ряд. Далее навешиваем гребенку оттяжную. Мы навесили грузики. Далее мы вяжем по прямой 46 рядов. Мы связали 46 рядов. Далее мы для частичного вязания выводим из работы все иглы левой стороны. Выдвигаем их в переднее нерабочее положение. И 16 игл от середины справа. Включаем рычаг частичного вязания на каретке. Провязывая полет. 10 игл с конца, который относится к затылочку, тоже выдвигаем в переднее нерабочее. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь начинаем формировать ушко. Иглу крайнюю от каретки мы выдвигаем в переднее нерабочее положение. Делаем ряд. Опять же, иглу со стороны каретки выдвигаем вперед. Так мы делаем, пока у нас не останется третий нерабочек. Для дополнительной оттяжки я подвешу грузик. У нас осталось 3 петли. Далее мы задвигаем со стороны каретки по одной глеточной. Сейчас я подвешу еще другие грузики. Я возьму семерочки. И за краешек ушко подвешу. И подвешу большую груз. Продолжаем. Выдвигаем иголочки. И так пока у нас ушко снова не станет на 22 иглы. 22. Так. Вводим. Обвязываем иглу. Затылка. Вводим иглу. Здесь делаем обвитие крайней иголочки. Мы закончили правое ушко. Теперь мы отщелкиваем рычаг для частичного вязания. Переводим в порядок. Теперь так же выдвигаем с правой стороны в нерабочее положение все иглы. И 16 игл подсередины. Включаем обратно рычаг частичного вязания. Делаем так. 9 петель выводим со стороны затылка. Выводим вперед иглу со стороны каретки. И делаем аналогично второе ушко. Мы связали левое ушко. У нас в работе опять 22 петли. Мы задвигаем иглы затылка в рабочее положение. И обводим ниточкой крайнюю иглу со стороны каретки. Вводим ряд. Ушко у нас отвязано. Теперь мы отключаем рычаг частичного вязания. И делаем 46 рядов. Одну кусочек. Мы связали внутреннюю часть шапочки. Теперь будем вязать наружную. Сделаем 5 рядов этой же митью. 6 рядов. Чтобы каретка осталась у нас с левой стороны. Вязать мы будем жаккардовый рисунок по вот такой перфокарте. Я ее пробивала сама. В наборе ее нет. Но в интернете есть такая схема. Так как мне нужно чтобы рисунок у нас шел от темного к светлому. Светлый у меня будет контрастный цвет. То перфокарту я переворачиваю. И буду вязать с этой стороны. И еще момент. Так как у нас от начала рисунка аппарат считывает 7 ряд вниз. То есть чтобы мне начать вязать с первого. Ну вот с 28. Если с этой стороны смотреть ряда. То мне нужно читать 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мне нужно ввести так перфокарту. Чтобы вот этот ряд у меня стоял в начале как начальный. Вводим перфокарту. Для начала мы проматываем чуть дальше. Чтобы прикрепить крепление наше для перфокарты. Я установила перфокарту так. Чтобы вот 21 ряд вверх ногами стоял у меня здесь. Перфокарты у нас в начале застопорены. Мы заправляем контрастный цвет во второй нити вот. У меня это будет молочный цвет. Пока я его оставлю здесь. Далее мы делаем перестройки на каретках. Мы включаем вот этот рычаг на КС. Ну у меня машина японская. Поэтому у меня иероглифы. Но логично здесь написано КС. И делаем первый считывающий ряд. Иглы у нас выдвинулись по рисунку. Далее я беру ниточку контрастного цвета. И управляю ее вот сюда. Этот клапан я не открываю. То есть я ввожу именно вот сюда. И теперь придерживая левой рукой снизу нить. А еще забыла сказать. Переставляем. Рычаг зажимаем. Отвечающий за жаккард. За орнамент. Зажаем. Теперь делаем ряд. И перфокартом еще включаем. У нас прорезался первый ряд рисунка. Те иглы, которые были выдвинуты, связали у меня контрастной нитью. Так. Делаем второй ряд. Делаем второй ряд. Мы отвязали сорок два ряда. И теперь мы видим, что у нас иглы уже перестали выдвигаться по рисунку. Значит, у нас пошел ряд с однотонной нитью. На этом же карте мы можем остановить. Если смотреть по перфокарте, то у нас здесь цифра 24. На ней мы останавливаем. Карту мы можем заблокировать. И самое главное, отщелкиваем здесь рычаг. И с КС переводим на обычное вязание кулирной глади. Далее я меняю цвета у меня в каретке. Так как белая молочная нить у меня была контрастной, теперь она у меня будет основной. Я ее меняю с нитью шоколадного цвета. Шоколадную нить я могу уже обрезать, ставив небольшой кончик. А молочную нить вставляю в нити вот. У нас 42 ряда, нам нужно сделать еще 4 ряда. 4 ряда готовы. Я снимаю грузы. Я снимаю грузы сейчас все. Я показываю самый простой вариант макушки, когда у нас просто идет сборочка. Ушки мы вправляем на ту сторону, на лицевую. И мы берем декер и подвешиваем вот эти протяжки на иглы. Мы навесили декером все петли внутренней шапочки на иглы. Подвесили грузики за ушки, большие грузики. Дальше мы делаем перестановку на плотность и делаем ее немножко рыхлее. Ставим на троечку, чтобы у нас это место соединения не было сильно стянуто. Провязываем ряд. Возвращаем плотность на двойку. Делаем еще 3 ряда. Теперь берем декер и перевешиваем иглу на соседнюю, каждую иголочку. То есть у нас петель станет в 2 раза меньше. И так до конца ряда. Мы перевесили все иглы через одну. Лишние иглы мы убираем в заднее нерабочее положение. Делаем ряд. Не хватает оттяжки. Теперь мы берем, обрезаем нить. Достаем ее из каретки. Берем трансферную иглу от машины. Вставляем один конец ниточку. И теперь снимаем все петли от иглы. Мы сняли последнюю петельку. Теперь у нас вся шапочка стягивается этой ниткой. Нам остается только стянуть макушку шапочки. Как стягивать макушку я показывала в видео про вязание шапочки Бенни. Можете там посмотреть. Потом мы сшиваем вот здесь, этой же трансферной иглой, наружную часть и потом точно так же внутреннюю часть шапочки. Потом мы стираем. Шапочка проходит в ВТО, принимает свои размеры. Сейчас она похожа, как будто она на взрослую голову, но после ВТО она более похожа на детскую. Готовую шапочку мы увидим завтра после полного ее высыхания. Итак, наша шапочка полностью высохла. Я украсила ее вот таким меховым помпончиком и дополнила завязками. Как вязать такие завязки смотрите на видео в уголке экрана. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok